Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. Прекрасная новость! Компания Xiaomi выпустила новенький, интересный, классный смартфон Xiaomi Mi 11i на Qualcomm Snapdragon 888. Вторая прекрасная новость, что прямо сейчас идет неделя хороших скидок на этот телефон, который и так стоит меньше, чем обычный Mi 11. И можно посмотреть, сколько он стоит и получить скидку в Instagram VideoShopper по ссылке под этим видео. Переходите, время акции ограничено, ценник обещаю, просто космический. А в этом обзоре я расскажу вам, чем он мне нравится, чем не нравится, но на самом деле модель очень интересная и я уверен, будет просто хитом продаж именно Mi 11i. Погнали! Приятного просмотра! Посмотрите ролик и переходите по ссылке в Instagram. Получайте скидки, покупайте. Итак, что же такое Mi 11i? Если коротко, то Xiaomi в этом году переплюнула вообще всех. Если там iPhone начал делать это, помните, лет так 6, наверное, назад, из одной модели делать 2, 3, Samsung и так далее, то сейчас у нас целых 4 модели. Есть Mi 11 Lite, есть Mi 11i, потом обычный Mi 11 и Mi 11 Ultra. Последние 3 смартфона, начиная с Mi 11i, идут на Qualcomm Snapdragon 888. Это топовый процессор на 2021 год, 5 нанометров техпроцесс, он быстрый, он классный. Единственное, я прогнал троттлинг тест и могу сказать, что, ай, он дешевле стоит, чем Mi 11. В качестве игрового он использоваться может, он сильно не греется, но частота падает больше, чем на Mi 11 или на Mi 11 Ultra. Там просто система охлаждения лучше. Ребята, это все полный бред, если вы не собираетесь играть или не собираетесь заморачиваться с этими тестами, потому что и на обычном, можно играть в телефоне, на каком-то там 730 Qualcomm Snapdragon классно. А здесь-то просто будет идеально. Просто я обращаю ваше внимание, что система охлаждения не столь хороша на Mi 11i. Это показывает тесты элементарно, которые я прогоняю. Но вы этого просто не заметите, это просто цифры. А к тому же, если вы не собираетесь с него рубиться постоянно, то вы будете довольны этим телефоном на 100%. Здесь чуть меньше экран, чем Mi 11, всего лишь там на 0,1 дюйма. Грубо говоря, там 6,7 дюймов. Full HD+, разрешение, хорошая AMOLED-матрица. При прямом сравнении, если... А мы сравним обязательно, я думаю, все четыре телефона сделаем такой ролик. То может быть яркость здесь чуть меньше. Но опять же, это все относительно. На ярком солнце дисплей хорошо читаем. Частота обновления здесь 120 Гц. Это то, что нужно. Телефон очень быстрый, приятный, качественный. Есть огромное количество настроек. И вопрос возникает. Ребята, спросите меня, а чем же он отличается тогда? Зачем тогда переплачивать за обычный Mi 11? Ну, первое, что хочу сказать, то, что по камере здесь тоже полный порядок. Здесь 108 Мп, поддерживается и видео, к примеру, в 8К. Но здесь нет возможности записать на широкоугольную камеру 4К. В Mi 11 такая возможность есть, если вам это важно. То есть на основную камеру 4К, пожалуйста, без проблем. А если мы говорим о видеозаписи в широкоугольной камере, это только Full HD. Но это не всем нужно, но все-таки. Второе отличие, небольшое, но все-таки даже два. Это на более старших моделях Mi 11, там поддержка звука от Harman Kardon. Здесь этого нет. Ну, это детали такие, тоже не каждую ловит разницу. Честно говоря, я тоже особо ее не слышу. Стереодинамики здесь, как и в старших моделях, присутствуют. Звук громкий и мощный. По мелочам еще. Здесь защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. А в Mi 11, Mi 11 Ultra, там защитное стекло экрана последнего поколения Victus. Разница тоже, может, и небольшая, но она все-таки есть. В остальном, крышка телефона стеклянная, рама пластиковая, но под пластиком, конечно же, идет у нас металл. Но изначально рама пластиковая. И сканер отпечатка на Mi 11i встроен в кнопку включения. Честно говоря, мне вообще все равно. Отпечаток пальца будет в экране или на боку, как здесь в кнопке включения. Главное, чтобы работал быстро. Здесь работает быстро. Батарейка здесь 4520 мАч, что, в принципе, тоже такой необходимый минимум на текущий момент. Чуть позже обязательно выйдет обзор сравнения всех с Xiaomi, но могу сказать, что, на мой личный взгляд, модель получилась удачная. Стоит она дешевле, чем Mi 11 обычный. Не говоря уж об ультрах, где совсем там ценник просто в космос вылетает. Но обладает фактически всем тем же самым. Amoled-экран. Хорошая, нормальная для современных телефонов батарейка. Конечно же, Qualcomm Snapdragon 888. Единственная быстрая зарядка в более дорогих моделях, там идет 50 и 67 Вт. Здесь только 33 Вт. Но что значит только? В любом случае, 33-х ваттная зарядка, которая идет в комплекте, это благо и это плюс. Также в комплекте традиционно для компании Xiaomi идет бампер. Поэтому, ребята, если кто-то хочет себе новенький смартфон, которого хватит на несколько лет вперед, и в котором установлен новейший процессор, классный Qualcomm 888, то вы можете брать Mi 11i. Вот по первым моим впечатлениям, он очень мало уступает своим более дорогим собратьям, и только в каких-то деталях. Поэтому, думать вам, конечно, но мне кажется, смартфон будет очень популярный. Xiaomi просто в этом году разошлись. Сразу четыре телефона под одним названием. Ну что сказать. Завоевывают рынок как могут. Не забывайте, те, кто будет покупать такой телефон, переходите в Instagram VideoShopper, там для вас будет скидка на покупку этого телефона. Ценник будет очень приятный. Сами посмотрите, убедитесь. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид и команда VideoShopper. Счастливо, друзья! Счастливо, друзья!